Сегодня в гостях самый последний iBook на процессоре PowerPC G4, вышедший в июле 2005 года. Месяц назад Apple объявила переход компьютеров на архитектуру Intel, а в мае 2006 года уже выйдет первый MacBook на x86 процессоре. В этом видео я хочу рассказать про домашний iBook G4 и что он может в 21 веке. Конечно же, я затрону не только всем любимые проигрывания ютуба, но и олдфажные штучки типа ARC или Jabber. Начнем с внешнего вида. Это довольно стандартный белый ноутбук, дизайн которого родился еще с появлением iBook G3 в 2001 году. Но то, что мы видим сейчас, намного лучше и с какой-то стороны проще, чем было раньше. Полупрозрачная клавиатура и закос под металл, вот какой дизайн должен быть изначально. Белоснежный цвет для всех элементов корпуса. Клавиатура, тачпад и зарядник в том числе. Никаких магнитов, кроме как для определения положения крышки, здесь нет. Ноутбук плотно закрывается с помощью магнитной защелки, Выползающая из верхней части экрана. И которая прячется обратно при открытии. Батарея на задней части ноутбука умеет показывать заряд во выключенном состоянии И снимается с помощью плоской отвертки. А заряжается она от такого же блока питания, Что вы могли узреть в моем обзоре Macbook Pro 2010 года. Это конечно не магнитная зарядка, но удобность свою не потеряла. Когда ноутбук подключен к зарядке, Светодиод на разъеме показывает состояние аккумулятора. Заряжена ли она или нет. На левой грани разъемы для подключения ко всемирной сети, Передачи данных, картинки и звука. А справа порт для зарядки и слотовый DVD привод, Неплохо так вписывающийся в дизайн ноутбука. И да, современные флешки, размер которой может спокойно превышать объем встроенного диска, Здесь работают прекрасно. Перейдем к начинке ноутбука. Процессор здесь PowerPC G4 на 1.33 ГГц, 512 МБ встроенной оперативной памяти и Mac OS X 10.4. Есть возможность обновиться до 10.5 с максимальным апгрейдом памяти, Но я думаю, никто не будет доволен скоростью работы. Версия вышла уже после перехода компьютеров Apple на процессоры Intel. И этим она подтолкнула пользователей купить новую, более мощную технику на новой архитектуре. Тигр, установленный на этом ноутбуке, работает шустро, как и встроенные программы. Современных мессенджеров тут, конечно же, нет. Веб-телеграм не открывается, а современный ВКонтакте не дает авторизоваться. Зато есть IMPhoenix, поддерживающиеся iChat, Jabber и IRC. IMPhoenix к использованию крайне не рекомендуется. Протокол закрытый, отсутствует куча необходимых функций, Да и самого владельца уличили в небезопасном хранении паролей без всякого предупреждения при регистрации. Jabber очень даже универсальный. Как и в случае с SCQ до окончания поддержки старых протоколов, В мессенджер можно зайти с любого компьютера или телефона эпохи Мазазоя, А сообщения могут приходить чуть ли не на iPhone 13 Pro Max. А IRC идеально подходит для больших чатов. Никаких отвлекающих факторов, например, как картинок, да и выглядит все компактненько. Что насчет легкой работы? Word на месте и, кстати, сценарий к этому видео я написал полностью на iBook'е. Photoshop старой версии, программа для кодинга вместе с относительно современным Python'ом И кое-как можно писать музыку в GarageBand. А благодаря портативности ноутбука, эту самую работу можно выполнять и на улице, Под свежим ветерком и холодным воздухом. Пока дело не доходит до современного мира, ноутбук вполне себе справляется с задачами. Несмотря на устаревшую систему и архитектуру, Сообщество продолжает поддерживать ее различными патчами или программами, позволяющие сидеть в современном интернете. Например, существуют браузеры 10 for Fox или Interweb PowerPC, Но конкретно на этом ноутбуке они работают так себе. Так что для вебсерфинга я остановился на третьем Firefox. Для просмотра видео с YouTube существует программа PowerPC Media Center, Позволяющая не только скачивать mp3-шки саундклауда или видео с YouTube, Но и просматривать их без скачивания. Но искать видео все равно придется через костыли, FrogFind или адаптированный к старому браузеру так называемый фронт-энд YouTube. И как я уже говорил в видео про сервисы, предназначенные для старых компьютеров, FrogFind умеет адаптировать страницы специально для старых браузеров. IRC и Jabber сервера также поддерживаются сообществом, в том числе русскоязычным. С iBook G4 я провел много времени. Смотрел YouTube, общался в IRC, писал сценарии, серфил старый интернет. И знаете что? Этот ноутбук мне понравился и оказался полезным, несмотря на его возраст. Word есть, доступа к современным сервисам нету. Значит и отсутствуют отвлекающие факторы. Да, конечно, батарея этого ноутбука вырубается на 50%, на экране видны пиксели издалека, а подсветка не включается сразу на 100%. Но учтите то, что это 2005 год. Технологии до такого еще не дошли. И несмотря на год выпуска, он все так же хорошо работает, выполняет свои задачи и прилично выглядит, что удивительно. Мой Packard Bell, вырубающийся на высоких нагрузках, отживает свои последние дни в соседней комнате. К тому же, он не так сильно нагревается и никогда не включал кулера на полную мощность. Этим мне может похвастаться даже MacBook Pro 2010 года. Алюминий отражает все тепло процессора и на коленках ноутбук просто невозможно держать. Конечно, на нем нельзя сидеть в Telegram, слушать мозгу в Spotify и играть в современные игры. Однако, он мне все равно симпатичен. Стоит ли вам покупать такой ноутбук? Однозначно нет, если вы совершенно не знакомы с ольдскульными технологиями. Во-первых, проблема в архитектуре. PowerPC к 2005 году просто стал печкой. Для максимальной конфигурации Power Mac G5 приходилось ставить водяное охлаждение. Поэтому Apple и ушла на Intel в том же году. И, во-вторых, архитектура официально не поддерживается компанией Apple с 2008 года. Вы можете сказать, что есть еще и Linux, но, к сожалению, последние версии ядра работают на этом айбуке паршиво. Если вы обычный покупатель, а не коллекционер, то я вам даю строгий совет. Не покупайте старую технику, если вы не знаете, что вы будете на ней делать или как ее применять. И я надеюсь, что я вам таким советом сохранил ваши гроши. Но если вам айда хочется купить старый Mac, то я вам советую приглядеться к Macbook Pro 2010 года. Для вебсерфинга они будут актуальны еще как минимум года три. За предоставленную возможность снять ролик благодарю Владиславу Кунякина за доставку, Илью Синкина и Никиту за донаты, и Германа Юркова за футаж с 13-м iPhone и теми же донатами. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал, а также другие социальные сети. Всего доброго!